Ну что же, продолжим. В студии Данила Главовича смотрите программу Тренд. Вышли макроэкономические данные в США и не только. Сегодня день с точки зрения макроэкономики можно назвать днем индексов деловых настроений в непроизводственной сфере или сфере услуг. Для экономики США это около 90% всего объема, поэтому индикатор достаточно важный. Настроение, надо сказать, в текущем месяце в сфере услуг американские экономики сейчас стали существенно лучше. Об этом, обо всем и что нас ждет в ближайшие дни месяца августа поговорим с Михаилом Гудкиным, который находится сейчас в самом сердце финансового мира на Нью-Йоркской фондовой бирже. Михаил, здравствуйте. Добрый день, Даниил. Михаил, ну вот как вы прокомментируете макроэкономическую статистику, которая выходит в последнее время, в принципе, она, можно сказать, продолжает в какой-то степени радость участников рынка, потому что и сегодняшние данные тоже, в общем, неплохие. В какой-то степени, да. Сегодняшние данные действительно оказались лучшее ожидание аналитиков. Индекс Института управления поставками в непроизводственной сфере подскочил до 56 пунктов, в то время как в прошлом месяце он составил 52 пункта, и аналитики ожидали, что повысится до 53 пунктов. Но нельзя сказать, что эти данные стали сюрпризом для участников рынка. Дело в том, что в статистике, которая была опубликована в минувшую пятницу, мы уже видели, что львиную долю рабочих мест, которые создаются в Соединенных Штатах, составляет именно сфера услуг. В пятницу нам сообщили, что в области розничной продажи было создано 47 тысяч рабочих мест, в барах и ресторанах открылось 38 тысяч рабочих мест, в сфере других профессиональных услуг примерно 36 тысяч, в то время как в сфере производственной промышленности было создано всего 6 тысяч рабочих мест. Так что сегодняшние данные, этот индекс лишь подтверждает то, что нам уже сообщило Министерство труда в минувшую пятницу. И с одной стороны, да, это хорошие данные, с другой стороны, некоторые экономисты указывают на то, что это свидетельство слабости американской экономики. В конце концов, экономика, в которой доминирует сферу услуг, это скорее экономика третьего мира. Мы не хотим, чтобы об американской экономике думали именно так. Михаил, месяц август традиционно достаточно спокойный месяц, когда все уезжают в отпуска, мало что происходит. Вот что ждать в ближайшее время, в ближайшую неделю может быть в политической, общественной, экономической жизни Соединенных Штатов Америки и мира? Да, действительно, это так. И похоже, что этот август не станет исключением. Ожидается, что после того, как Конгресс вернется с летних каникул, но это произойдет уже в сентябре, тогда могут возобновиться опять баталии вокруг федерального бюджета. Некоторые республиканцы опять угрожают заблокировать работу федерального правительства, но, как я уже сказал, это будет в сентябре. Август ожидается относительно спокойным. В общем-то, заседание Федерального резерва не будет в этом месяце. Тоже в сентябре ожидается судьбоносное решение. На этой неделе, пожалуй, главными событиями для участников рынка станет серия выступлений руководителей региональных структур федерального резерва. В частности, сегодня, через несколько часов, выступит Ричард Фишер, глава федрезерва из Далласа. Завтра ожидается выступление Чарльза Эванса, который возглавляет банк федерезерва в Чикаго. Затем в среду выступление глав федерезерва в Филадельфии, в Кливленде. В общем, участники рынка ждут каких-то сигналов, которые, возможно, помогут прояснить, принял ли уже федеральный резерв решение о начале сворачивания программы количественного смягчения в сентябре. Как мы знаем, Бен Бернанке говорил об этом, но в то же время статистика, которая поступает в течение последних нескольких недель, создает противоречивую картину. Как говорят американцы, даже резонные, рассудительные люди могут не соглашаться о том, как интерпретировать эти данные, поступившие на прошлой неделе. И если посмотреть действительно на то, что говорил Бен Бернанке и на то, что мы получаем, тут мы видим некоторую дихотомию. Потому что Бернанке говорил, что если рост американской экономики достигнет 2,5-3%, это будет сигналом для начала сворачивания программы количественного смягчения. За последние три квартала, если брать последний квартал прошлого года и первые два квартала этого года, средний рост американской экономики составляет около 1%. И вот те статистические данные, которые мы получили уже после вот этого знаменательного выступления Бена Бернанке, не дают оснований полагать, что рост экономики существенно увеличится. Ну, по крайней мере, так считают некоторые. Некоторые считают, что может быть и да. Так что вот от выступлений глав Федеральных резервных банков различных городов, которые входят в управляющий совет комитета по открытым рынкам, из этих выступлений участники рынка ждут каких-то сигналов, которые, возможно, прояснят ситуацию. Но я бы не стал рассчитывать на это, потому что среди тех, кто выступает, есть и так называемые голуби, и ястребы, то есть и сторонники продолжения программы количественного смягчения, и сторонники начала ее сворачивания. Так что я думаю, что мы опять получим противоречивые сигналы, и вряд ли эти выступления внесут какую-либо ясность. Спасибо вам большое. Михаил Гудкин был нашим собеседником. Ну, а теперь мы перемещаемся, скажем, с пола Нью-Йоркской фондовой биржи, уже снаружи на улице города Нью-Йорка. Нам наш собеседник Игорь Новгородцев с Игорем мы поговорили на следующую тему. Во-первых, проходит сезон корпоративных отчетов в Соединенных Штатах Америки, и сезон этот уже перевалил за половину. Можно подвести какие-то итоги? Вот первый вопрос, который мы Игорь задали, как раз и касался итогов этого самого сезона. Сезон квартальных отчетов сейчас продолжается. Уже гораздо чем половина компаний отчиталась о своем втором квартале. Ситуация мало изменилась за последние несколько недель. По-прежнему, почти, примерно 65% компаний превысили заработок, которых от них ожидался. То есть это результат очень хороший. Последний раз, когда такой заработок был, это было в конце 2010-2011 года. Это с одной стороны, но с другой стороны оборот или ревеню сильно отстает от того, что ожидалось. И только примерно 55% компаний превысили то, что от них ожидалось по обороту. Что это означает? Это, видимо, значит, что часть этого заработка пришла не потому, что у компании бизнес улучшается, а просто потому, что они покупают свои собственные акции, потому что у них сейчас очень много осталось непотраченных денег. И из-за этого заработок номинально такой же остается, но потому, что акций меньше, то как бы так называемый earnings per share или заработок за каждую акцию, он как бы выглядит выше. Я думаю, что ситуация эта долго продолжаться не может. И поэтому в третьем и четвертом квартале, если оборот не увеличится, то, так сказать, результаты пойдут вниз. Поэтому, так сказать, я считаю, что результаты весьма смешанные. Так сказать, с одной стороны, по заработку они как бы лучше и по обороту они хуже. Но либо должна экономика улучшиться, и тогда, значит, заработки по-прежнему будут идти наверх. Или если экономика сильно не улучшится с этого состояния, которое у нас сейчас, то заработки такие уже больше не повторятся. Можно ли говорить, что этот второй квартал преподнес нам какие-то сюрпризы с точки зрения результатов компании? По второму кварталу по отчетам больших сюрпризов пока не было. Как я ожидал, компании, которые мультинациональные, особенно у которых много бизнесов, которые продают в Европу и в Америку, и в Азию, у них результаты были слабоватые. У Макдональдса результаты были не очень. General Electric пониженность свои результаты еле-еле оправдал. У IBM очень сильно жалуются, что у них, так сказать, результаты замедлись и в Европе, и в Азии. Поэтому у больших компаниях, так сказать, результаты как бы были слабые. Но, с другой стороны, компании, которые, так сказать, продают на внутренний рынок, типа вот, которые участвуют в строительстве, или технологические компании, которые новые, которые, так сказать, быстро растут, у них результаты очень сильно превысили. Поэтому, как бы, рынок распался на две части. То есть, если компания более, так сказать, старая, и у которой уже бизнес продолжается долгое время, и которая продает по всему миру, результаты, так сказать, не оправдали, того, что ожидалось, если компания новая и быстро растет, и в основном продает либо новую технологию, либо продает на внутренний рынок, у них результаты были очень хорошие. Я не знаю, насколько это будет продолжаться, если улучшится ситуация в Европе и во всем мире, так сказать, в Азии и в Азии, в Азии, то может у мультинансационных компаний результаты улучшатся. Но если по-прежнему результаты будут улучшаться, так сказать, экономика будет улучшаться только в Америке, то компании, более маленькие компании, у них результаты будут гораздо сильнее, чем у крупных компаний. Как правило, все совпадает. Когда проходит сезон отчетов в США, мы часто наблюдаем большую активность в корпоративном секторе, и с точки зрения просто какой-то информации, вот с точки зрения чисто корпоративных событий, не связанных даже с отчетами, что можно выделить особо интересного, или может быть то, что как-то осталось между строк информационных агентств на прошлой неделе. За последние пару недель было несколько интересных корпоративных событий. Во-первых, продолжается война между Samsung и Apple. Они друг друга судят, и каждый пытается убедить публику, что они друг у друга украли продукты. Apple утверждает, что Samsung для своей Galaxy украл то, что Apple разработал, как бы вот этот интерфейс. А Samsung пытается убедить, что многие инновации, которые Samsung первые разработал, или особенно технологические инновации, теперь используются Apple без их разрешения. И как бы была, вот, так сказать, суббота была временная победа Samsung, то, что они добились, что в Америке временно запретили продавать старую модель, значит, iPhone 4 и iPad, второго iPad, так сказать. И победа была, конечно, очень кратковременная, потому что Обама вмешался, и этот запрет отменил. Фактически эти все эти маленькие победы ничего не значат, потому что обычно, если суд происходит в Южной Корее, то все, где основан Samsung, то Samsung все суды выигрывает. Если же суд происходит в Америке, то Apple, так сказать, выигрывает судебный процесс. Эта война, я думаю, будет долго продолжаться, но настоящий, так сказать, настоящий виновник этой войны – это очень сложные американские патентные законы. То, что они, так сказать, очень сильно, слишком сильно защищают тех, что якобы что-то изобрел, и практически любого можно судить и говорить, что, так сказать, они украли твою инновацию. Поэтому пока законы не поменяются, вот такая будет ситуация, что две компании друг друга одновременно судят, и каждая из них пытается убедить, что другая компания у них украла их инновации. Второе интересное событие, что произошло, и это было как бы маленькое событие, и его, например, особо не комментировали, это то, что Time Warner Cable, значит, большая компания, которая, значит, кабельные новости показывают в Нью-Нью-Штатах, перестала показывать CBS News, которая тоже одна из главных американских программ, за которую пока, значит, те, кто подписывается на кабель, ничего не платят. Как бы это было маленькое событие, но то, что я думаю, оно предвещает, то сейчас начнется настоящая война за американского потребителя, который смотрит телевидение. Среднеамериканец смотрит телевидение 3-4 часа в день и платит примерно от 130 до 160 долларов в месяц за подписку. То есть это огромные деньги. И сейчас должен и Apple, и Microsoft, и Xbox, и Google выйти с другими продуктами, которыми удастся полностью обойти кабельные программы и напрямую, так сказать, подписываться на кино и на новости. И это больше станет как интернет. И поэтому те, кто производит, значит, которые производят новости, как CBS, или которые, так сказать, делают фильмы и так далее, они хотят, так сказать, увеличить свои цены, потому что они считают, что, значит, кабельные компании это только, так сказать, как бы посредственник, а они, значит, производят настоящие, значит, настоящие программы. И вот я думаю, что это сейчас война, это вот просто был первый предвестник, это настоящая война в течение одного или двух лет сейчас развернется между, так сказать, теми, кто производит, значит, новости и кино, и, значит, тем, тем, кто, значит, как бы посредник, то, кто их доставляет. И это будет очень интересно. Я думаю, что через 2-3 года полностью поменяется, как, значит, средний потребитель, значит, смотрит телевизор. Я думаю, что все будут подписываться, напрямую платить тем, кто производит программы. Корпоративные результаты часто расставляют все по местам. Вот если посмотреть на отчетность компании за второй квартал, какие секторы можно выделить в качестве наиболее перспективных, и кто аутсайдера? Цены на рынок по-прежнему идут наверх, несмотря на то, что отчеты были весьма заурядные, и, так сказать, у нас сейчас новый инвест рекорд, и S&P 500 дошло практически до 1700. И надо сейчас быть очень провередливым, потому что, если посмотреть на общие цены, конечно, маркет сейчас дороговатый. Так сказать, средняя цена, так называемая P-ratio, которая ожидается через один год, сейчас примерно между 15 и 16, а которая сейчас состоит, если посмотреть, значит, на данный отчет, то оно где-то 17-18, и немножко превышает свои, значит, средние ожидания. Поэтому есть большинство секторов, я думаю, что сейчас немножко дороже, чем они должны бы быть, но при этом есть несколько секторов, которые по-прежнему, как бы, не участвовали в бывшем маркете. Один сектор, который меня интересует, это компания, которая добывает золото. Несмотря на то, что сейчас золото упало где-то до 1300 долларов за унцию, эти компании, которые добывают золото, торгуются на те же цены, которые они торговали в начале 2000-х годов или в середине 1990-х годов, когда золото стоило где-то от 300 долларов до 600 долларов. И одна мышь, эта ситуация будет продолжаться, и они, так сказать, улучшат свое производство, и эти, значит, их акции пойдут наверх. Во-вторых, который, второй меня всех тоже интересует, это контейнеры, которые перевозят нефть. У них были большие проблемы, потому что была очень большая разница между брендовским ценой нефти, которая производится в Лондоне, и американской ценой нефти, которая производится в середине Америки, потому что в Америке было очень много нефти, которую забыли из сланцев. Сейчас эта ситуация немножко улучшилась, и цены как бы сошлись в одну точку, и разница между этими двумя ценами очень маленькая, и это значит, что американские порты будут, опять же, заинтересованы в том, что привозить нефть из Ближнего Востока, из Латинской Америки и так далее. И танкеры, так сказать, на них, значит, наверх пойдут цены, потому что цены на их акции, на танкеров, так сказать, совершенно упали до того же предела, до 2000-2001 года, когда, так сказать, нефть стоила 20-30 долларов. С другой стороны, если посмотреть, то, что я считаю, что очень дорогое, больше всего меня беспокоит, что сейчас, значит, видимо, другой интернетный пузырь. Несколько компаний, такие как LinkedIn, Yelp, Amazon, у которых практически никаких денег они не зарабатывают, у них акции идут наверх и наверх, и их инвеститоры тут могут только на их оборот. И никто не ожидает, что эти компании заработают деньги. Мы все очень хорошо помним, что это закончилось в конце 90-х годов, и как эти компании упали на 80-90%, я думаю, что это повторится. И если что-то нужно, так сказать, продать или заширтеть, то как раз вот эти вот компании, так сказать, были бы очень хорошие кандидаты. Спасибо, Игорь. Нашим собеседником сегодня был Игорь Новгородцев. Ну что же, ситуация на международных рынках пока выглядит достаточно неплохой. В Соединенных Штатах Америки, напомню, вышли симпатичные данные. Это индекс АСМ в сфере услуг. Он вышел на уровне 55 пунктов, хотя эксперты ожидали около 53. В сфере услуг составляет 90% экономики Соединенных Штатов Америки. Впрочем, на этих данных сейчас мы видим некоторую коррекцию на американском рынке акций. Август, как правило, этот месяц достаточно спокойный, без каких-то серьезных новостных поводов, если, конечно, не случается что-то сверхординарное. Надеемся, что этот месяц не заставит никого особо сильно переживать. Ну а пока до свидания. До свидания.